добрый день друзья продолжаем поток фильмов которые предназначены для того чтобы продемонстрировать вам как мои предсказания мои концепции подтверждаются сегодня на новом этапе с помощью различных технологий я не буду вам приводить ситуации связанные ну например с подтверждением через астрологию через какие-то аналитические версии почему потому что все эти аналитики и астрологи которые сегодня вещают примерно на схожие моменты они в большей степени заимствуют мои построения древнего характера и преподносит уже вам на более скажем так подтвержденной основе через астрологические построения вы все равно там нифига не понимаете в этой астрологии поэтому все что они вам нагрузят и человек который не понимает о чем ему говорят но говорят так убедительно с математическими выкладками всегда говорит о да ну здесь вот точно надо уже верить вот тут же человек математику подложит или помните раньше говорили ну посмотрите они же на компьютерах смоделировали хотя человек просто не понимает что моделирование на компьютерах оно означает то только то что человек туда вложил из своей собственной головы и просто демонстрирует как художник вот своей этой кисточкой или карандашом рисует в ответ на ваши пожелания чего вы пожелаете то он вам и нарисует на ваш заказ реальности здесь нет никакой я в своих разработках опираюсь совсем на другие скажем так факторы я их никогда не называю но я как бы как бы вам так сказать образно подключаясь к ситуации просто ее вижу далеко вперед далеко назад далеко в прошлое в бог как хотите но есть такой у меня талант иногда он проявляется никакого транса здесь нет никаких подключек здесь нет просто есть аналитика который меня приучили в моем высшем учебном образовании где я проходил обучение это естественно был закрытый институт я вам уже там тысячу раз говорил закрытая кафедра точнее институт открытый но кафедра была закрыта нас просто учили этому и я сейчас в какой-то степени используете знания и умений которые в меня вложили мои преподаватели хотя они иногда мне говорили что это скажем так врожденные свойства я вам просто напомню что когда я поступал в институт я сдавал только две математики первую на 5 а вторую я одно решение не мог никак найти как решить задачу но я знал точно ответ ну например там 5,45 и так далее и я написал просто ответ больше ничего не написал и был зачислен в этот институт это было одно из решений мне напрямую сказали что вот такое нам и нужно так вот в данном фильме я хочу вам продемонстрировать новый ченнелинг который вышел не так давно и знаете человек который выговаривается в этом ченнелинге там девушка она рассказывает свое видение которое получилось у нее при каком-то определенном подключении я не буду характеризовать это плохо это или хорошо просто она выдает свое видение ситуации которая каким-то чудесным образом повторяет то о чем я вам говорил я говорил вам свои предсказания года по моему четыре или даже пять тому назад они касаются того как будет устроен мир в ближайшем будущем я вам говорил что во первых в моей концепции земля представляется почти плоским диском который вращается как вот так вот как стрелка у часов и различные полюса то есть вот северный полюс со временем переходит на место европы и америки то есть вот на это направление относительно москвы москва является центром мира и вот вокруг москвы происходит это вращение поэтому северный полюс перемещается на европу и америку запад нынешний перемещается на африку и туда на южные территории включая тот самый южный полюс условный северный южный сам полюс и африка перемещается в зону нейтральности то есть по климатически на место нынешнего востока и там становится удачное время и место для продолжения нормальной жизни там начинают зеленеть все эти сады и все такое прочее в том числе и антарктиде а япония китай и все вот это остальное восточное уходит туда туда на северный полюс и покрывается льдами я вам уже тоже много раз говорил что такое уже было многократно в истории россии геологи знают можете сами посмотреть оледенение в древности вы увидите какие территории были подо льдами просто геологи нам говорят что это было много-много тысяч лет тому назад ну по крайней мере последнее оледенение по их версии состоялось действительно на америке и на европе лежали льды многокилометровые но состоялось это по их версии всего лишь 50-10 тысяч лет тому назад не так давно по нашим меркам по нашим меркам мы же уже привыкли к миллиардам лет к операциям с этими миллиардами ну вот такое вот геологическое подтверждение есть я вам просто говорю о других периодов на мой взгляд есть климатический период который я описал в своей книге метафизика климата земли и этот период равен 259 годам и на мой взгляд скоро произойдет перемещение земли достаточно скоро просто не понимаете что это часы или может быть какие-то конкретные годы потому что процессы все-таки идут геологическо земные и они конечно имеют свое другое течение это не человеческая жизнь когда там поднял руку опустил руку это все секунды в геологии в земле это все происходит совершенно другими явлениями и подтверждается другими явлениями так вот это изменение поворота земли оно придет к чему что во первых часть америки естественно уйдет под воду я вам уже говорил или под лед лед это вода здесь не важно значит получается северный и южный полюса приобретут какую-то более другую температурную грудировку северный поскольку там земли нет он так и останется мутным ну вода и вода океан какой-то а южный пояс поскольку там под ним есть как говорят наши географы земля то там начнут свести сады то растения всевозможные все такое прочее китай пропадет вообще потому что это прибрежная территория естественно его просто не будет он уйдет на дно европа тоже погрузится вот в такие холодные моменты ну и африка там каким-то образом будет расколана часть ее туда уйдет часть другое место я вам это уже говорил года четыре или пять тому назад если кому интересно посмотрите от того времени моих выступлений чтобы мне их не повторять лишний раз и какое же мое удивление что ладно я оставляю годовой давности то что астрологи начали говорить что появится там новый континент что там потопит помните сколько раз уже перефразировали мою эту версию правда без ссылок ссылки они как-то тесняются ставить хотя некоторые сейчас вот в наше время уже 2024 году начинают ставить ссылки на меня уже произносит мои разработки в эфире спасибо им вот допустим клыков недавно выступал он упомянул мое имя в числе разработчиков некоторых моментов ну правильно делают я тоже всегда стараюсь так поступать чтобы были ссылки как и принято это допустим в науке или в каких-то других правильных человеческих отношениях поэтому мне вдвойне приятно что вышел такой ченнелинг я представлю нарезку из него чтобы всю часовую беседу не ставить кому интересно будет переходите на тот канал и посмотрите ченнелинг вместе я оставлю в описании ссылку и на этот ченнелинг и главное что в нем подтвердилась моя версия буквально буквально понимаете и то что Москва центр мира центр мира и то что на северном и южном полюсах будет изменение в положительную сторону климата то что америка половину или часть или большей частью идет под воду подо льды и куда-то исчезнет то что в китай как-то там то что африка тоже вот знаете проблемы будут китай вообще не видно как они пишут но не видно потому что естественно будет под водой ну и самое главное что на нашей территории останется нормальная погода может быть даже немного получше будет потому что в средние века у нас здесь было немножко так скажем более сбалансированное течение всех этих климатических процессов вот послушайте эти изъяснения девушки в ченнелинге посмотрите почему боялись москву хранитель смеется и говорит не в прошедшем а в настоящем через москву как через центр будут прокачивать а по потокам световые энергии в америке какие-то будут изменения причем ощущается что изменения будут тоже хорошие световые но как будто бы не знаю с чем связано в общем я вижу как будто бы занимаемая территория будет другой что-то произойдет связанное с физической землей с физической территории и и как будто бы станет меньше с территории я не пойму что у них происходит как-то она меняется именно физически территория меняется китай мне не показывают северный южный полюс но там тоже идет энергия раскрытия света показывает что там будет все зеленое я не знаю климат изменится или это качество энергии так показывают причем не южный полюс показывает более активным с точки зрения рабочей энергии чем северный двигает сейчас карту глобус двигает показывает что изменения будут но в америке но в америке до америке будет меняться да я хотела посмотреть про россию я поняла что постепенно по нарастающей родовая сила встает на защиту говорит я слышу твой вопрос про израиль про палестину тебе сказали что это уже их карма вы можете помочь тем что желайте искренне осознанно желать и и мира подумайте над этим а я продолжу вам делать такие видео в которых буду приводить подтверждение своей концепции своим концепциям ну чтобы у большинства из вас складывается какая-то более тщательная и более полноценная картина мира